Новое видео выходит каждый день в 20.00 С чего бы начать? С чего бы начать? В самом деле я даже, не знаю, за время пока я отсутствовал, это около двух дней полноценно, то есть без компьютера я просидел один день, произошло много разнообразных событий, о которых нам еще с вами предстоит поговорить. Наверное, самое важное событие из всех тех, что произошло, это то, что это первый ролик с геймплеем. Если вы не понимаете, почему так произошло, то я вам советую посмотреть или пересмотреть обзор, там буквально, ну в общем, я не буду говорить, где это конкретно, но это достаточно легко увидеть, достаточно легко провести аналоги, достаточно легко додуматься до того, почему теперь тут геймплей. Если вы посмотрите в самое начало моего канала, на самые первые видеоролики, то они выходили с геймплеем, то есть я потом посмотрю, как это всё выглядит, мне это не понравилось, я решил сделать персонажа на белом фоне, дабы это было максимально запоминающийся, и когда люди такие, типа, рассказывали каким-то другим людям про мой канал, они говорили, типа, бля, не помню, какое там название, что-то, Зе, Зе, но вот я точно помню, что там пидорас на белом фоне какой-то стоит, что-то своим голоском там. Там с картавыми дефектами речи позорится и так далее, вот, и вот это он там, чтобы люди меня как-то вот так вот находили, такой, знаете, опозначительный знак, но вы знаете, я вот прям подобрал такой максимально удобный лично для меня момент, как вы знаете, у Ангела Касада такая была запатентованная рубрика пробежка пончика, сейчас она, к сожалению, видимо, умерла, пробежки пончика, видимо, более не будет, поэтому я решил сделать свою версию пробежки пончика, пробежка сутенера, вот, я не знаю, почему у меня скин именно сутенера, он как-то ко мне прижился, приелся, и мне кажется, что скин сутенера, он наиболее лучше выделяется, нежели все остальные там 200 или сколько там, 300 скинов, это вот самый выделяющийся из всех скин, а я хочу вам сказать, что я самый выделяющийся из всех, сам ютубер, самый нетипичный, самый обезбашенный какой-нибудь, не знаю, в общем, что-то наподобие того. Так вот, давайте я вам теперь расскажу вот под геймплей уже, там, под пробежку и под все прочее, наверное, это будет намного лучше, мне сказали, что снимай геймплей, потому что на этого белого челика смотреть просто невозможно, блядь, как будто бы сидишь, сука, аудиокнигу слушаешь, давай что-то меняй, давай что-то делай. И я прогнулся под общественное мнение, хоть я и антикультурщик, там, контркультурщик, там, антихайп, вот это постмодерн, я, к сожалению, прогнулся под вот эту вот всю общественность, но сценарий сам по обзору так связан, что, в принципе, там все совпадает. В общем, пересмотрите, если не видели, если не поймете, то, к сожалению, мне, наверное, придется декодировать весь сам по обзору, потому что там достаточно много смыслов, посылов и всего прочего, того, чего какой-то обычный рядовой человек мог не понять, тем более, который не был знаком с первым сезоном сам по обзору. Так вот, давайте уже перейдем к тому, почему я выбыл буквально на два дня из своего плотного графика, когда ролики, казалось бы, выходят и должны выходить каждый день в 20.00, почему вот все произошло именно так, почему я выбыл из вот всего вот этого вот графика и так далее. В общем-то, 1 сентября состоялась премьера сам по обзору, все состоялось удачно, просмотров, конечно же, там не миллионы, даже не 10 тысяч, даже не 100 тысяч, к сожалению, но, в принципе, если посмотреть на статистику по данному видеоролику, то мы сможем увидеть, что это топ-1 ролик за последние 10 видеороликов, вот, и как бы, ну, хоть что-то. И, по-моему, это топ-1 ролик по удержанию на моем канале, видимо, я сделал его максимально интересно, это топ-1 ролик по кликам по значку, то есть, там, сетир что-то какой-то вообще бешеный, 20%, то есть, из 100 человек, которые увидели вот эту вот картинку, вот это вот название и все остальное, там, на обложке, вот, и так далее, на сам обзоре, они кликнули, то есть, 20%, то есть, 20 человек, грубо говоря, из 100 человек, которые увидели, они кликнули, то есть, это показатель неплохой. Обычно у меня он в районе, там, 8-9%, а норма этого показателя, это что-то в районе 15%, то есть, это норма, это показывает, что канал еще не совсем говно, вот, и так далее. Но, в общем-то, неважно, премьера состоялась успешно, я уже начал потерять ручки в ожидании, там, какого-нибудь миллиона просмотров или вроде того, в общем-то, я не выключаю компьютер, потому что я, в принципе, не вижу в этом смысла, как вы знаете, компьютер чаще всего ломается при включении, либо выключении, а если его постоянно, там, включать-выключать, то жесткий диск, соответственно, изнашивается, и все происходит очень плохо и так далее, поэтому, ну, нахуя, я просто, там, закрываю все программы, оставляю какую-нибудь одну вкладку в браузере с подписчиками в реальном времени, там, типа, на социалблейде, где еще вот эти все графики идут и так далее, чтобы, там, допустим, когда проснешься, ты, там, посмотреть, как менялись, там, вот эти вот подписчики, как они, там, не менялись, допустим, все такое, обычно они никак не меняются, потому что, там, какое-то ограниченное количество времени, вот эта вот полоска работает, так вот, встаю, короче, такой с утра, и слышу, что, блядь, видимо, происходят какие-то ремонтные работы, вот эти вот все электрические и так далее, трещат розетки, там, какая-то еще прочая хуйня, свет, блядь, моргает, тут какая-то светомузыка, блядь, происходит, я не знаю, в общем, полнейший пиздец, и тут я понимаю, что, как бы, компьютер-то надо, блядь, выключить, иначе он сейчас пиздец загорит, нахуй, и все, я прям, вот, не задумываюсь, то есть, монитор-то, он, понятно, выключен, чтобы он, там, не мешал ночью спать, и все такое, чтобы много электроэнергии не потреблял, я, разумеется, иду, вообще, прям, не раздумываю, не смотрю на светодиоды, как, какой вы, каким цветом горит вот эта вот кнопка включения, вот, и я просто на нее нажимаю, и оказывается, что я не выключил, блядь, компьютер, а включил его, блядь, оказывается, что, видимо, за ночь, это уже не первый раз, когда такое происходило, и компьютер, он, блядь, был выключен, и если бы я его, вот, в тот роковой день, 2 сентября, блядь, не включил, возможно, что он бы еще не сдох, возможно, что все было бы нормально, ну, вот, я, значит, его включаю, и нихуя не понимаю, почему какой-то звук из компьютера доносится, типа, там, закрутились вентиляторы, все такое, я думаю, бля, наверное, я еще не проснулся, схожу с ума, там, еще что-то такое, ну, нет, я смотрю, то есть, вот эта вот кнопка включения, светодиод горит тем, что, типа, компьютер, он включается сейчас, я думаю, блядь, пиздец, ну, вроде, ладно, светомузыка закончилась, там, вроде бы, ничего, никакой хуйни не происходит, вот, сейчас дождусь, пока компьютер, так сказать, включится, и все такое, тем более, монитор тоже был подключен, блядь, к сетевому фильтру, моя проблема, наверное, была в том, что компьютер был подключен напрямую к розетке, это была моя проблема, а монитор был подключен к сетевому фильтру, наверное, поэтому он не сгорел, какие другие некоторые вещи, вот, и, значит, вы знаете, я уже только тянусь за тем, чтобы, там, включить монитор, посмотреть вообще, на какой стадии загрузки, там, находится сейчас мой компьютер, как тут вдруг, блядь, во время, представьте себе, во время включения, блядь, компьютер просто выключил свет, еще раз, и уже, то есть, выключили навсегда, там, буквально до пяти часов дня, его просто выключили, блядь, и пиздец, я смотрю, то есть, блядь, все, компьютер весь потух, думаю, блядь, вот бы только ничего не было с компьютером, и со всеми остальными деталями, блядь, думаю, пиздец, сейчас есть что-то будет, я думаю, пиздец, и тут, блядь, я еще не успеваю это все додумать, я еще у меня это все в голове, думаю, ну, ладно, сейчас вот это вот самое, и там раздается такое, знаете, или пшш, или что-то такое, или даже без звука было, я уж не помню, я говорю, я спросоня, блядь, встал, а нихуя не понимаю, и тут, блядь, из него выходит, сука, дым из компьютера, я думаю, блядь, пиздец, пиздец, прям вот, знаете, не открываю просто вот эту вот крышку, типа, от системника, это я буквально, блядь, вырываю, сука, потому что я хочу посмотреть, что произошло, блядь, такое, смотрю, блядь, из блока питания просто идет, сука, дым, блядь, просто реальный дым, и воняет просто, вонь такая стоит, что просто, блядь, вся квартира пропахла. Если что, там компьютер у меня, и, в принципе, я нахожусь на кухне, где там подключены все, в принципе, вот эти вот бытовые приборы и все прочее, но сгорел только блок питания, роутер и ТВ-приставка, и то даже не они сгорели, а вот их блоки питания, которые, типа, в розетку подключаются и все такое. Я, в общем-то, пиздец, думаю, блядь, пиздец, сгорел, блядь, блок питания, блядь, я думаю, ну, пиздец, ну, что надо делать, я, я не знаю, захожу в Ютуб, а там набираю, типа, сгорел ПК, там, сгорел блок питания, еще что-то такое, выходит два видеоролика от таких более-менее каких-то ютуберов, которых я знал, первый, там, от Макса Шелеста, второй был от Альерма, и у них у всех, то есть, такие же все симптомы, то есть, там, вот это вот дым, блядь, вонь ужасная на всю квартиру, блядь, каким-то жженым пластиком или какими-нибудь, там, жжеными шинами, как будто реально зажигалкой подожгли и просто пиздец. И, в общем-то, они все сказали, типа, и так далее, там, в комментариях, там, Альерма написал, а Макс Шелест в ролике протестировал, то есть, то, что блок питания, видимо, принял весь удар на себя, и остальные комплектующие не сгорели. И вы знаете, то есть, мама ушла на работу, я дожидался, соответственно, электрика, денег у меня на новый блок питания тогда еще не было, вот, да и, в общем-то, они появились только на следующий день, там, мама попросила, все, там, она дала 3000 рублей, нет, 3300 рублей, я купил блок питания за 3300 рублей новый, вот, и, блядь, чё, я сижу просто, в квартире пахнет горю ужасно и жду этого, блядь, ебаного электрика, блядь, по итогу свет появился только часов в пять, наверное, вечера или вроде того, вот, и думаю, блядь, чё сейчас делать, вот, просто, я вот этот вот день, у меня просто, у меня, блядь, давление так поднялось, как будто бы я какой-то уже, блядь, 80-летний дед, блядь, голова болела просто ужасно, блядь, там, чуть ли сосуды в глазах не лопались, я думаю, блядь, пиздец, я уже начал представлять то, как на лагающем ноутбуке, там, в 20-30 фпсах я делаю два ролика в день, один на этот канал, другой, там, на этот, я уже начал представлять всю эту боль, однако, на следующий день я сходил за блоком питания, на этот раз я взял блок питания подороже, у которого, вроде как, есть защита от вот этих вот перепадов напряжения, ну, или как, как максимум, то, что всё, что может плохое произойти, это он просто себя сожгёт и всё, просто он сам себя убил, там, как бы, взял всё вот это вот напряжение на себя, остальные комплектующие остались в целости и сохранности, и всё, как бы, осталось нормально, но и на этом мои приключения с компьютером не закончились, я, то есть, уже подключил, там, микрофон, подключил клавиатуру, подключил веб-камеру, там, всё прочее, всё работает, всё отлично, и тут, сука, по КД мне начинают приходить какие-то вот эти вот ошибки через пуш-уведомления в самой вот этой вот 10-й винде, приходят ебаные уведомления с тем, что последнее подключённое USB-устройство, блядь, работает неправильно, я думаю, блядь, как оно может, сука, работать неправильно, если вот клавиатура работает, мышка работает, блядь, там, микрофон работает, с ним, то есть, всё нормально, он записывает звук, меня слышно там везде, я также через микрофон прослушиваю звук, потому что там аудиокарта стоит явно лучше, чем встроенная в материнскую плату, тем более материнская плата не особо дорогая, вот, и, то есть, я через него обычно всё слушаю, всё слышно, всё нормально, ну, думаю, ладно, ладно, думаю, может, там, какой-то баг, лаг, там, ещё чё-нибудь, а начал по одному выключать абсолютно все USB-шки, вы знаете, видите, я оставил одну мышку, вот просто вот нету никаких больше USB подключить, ничего, блядь, нет, я оставил одну мышку, всё равно эта ошибка по КД приходит, при том, что мышка, блядь, вся работает, похуй, отключил мышку, блядь, подключаю клавиатуру, та же самая хуйня, то есть, одна клавиатура, блядь, то та же вот самая хуйня, похуй, отключил клавиатуру, подключаю вебку, блядь, вебка работает, ну, вернее, я не знаю, работала ли она или нет, потому что мышка и клавиатура, и всё другое у меня было отключено, блядь, Та же самая хуйня, подключаю микрофон, блять, та же самая хуйня, по итогу, я не знаю, я обратно всё подключил, все девайсы, всё работает, всё исправно, блять, но вот Windows слудит мне этой ебаной ошибкой, как я поступил в данном случае, выключил просто все уведомления от винды и выключил все звуки от винды, всё, сыграл одну катку в доту, там, разворачиваюсь, всё, ошибки никакой нету, я не знаю, как оно всё починилось, что там случилось, что стало, но, блять, я просто, я не знаю. Вот, это я так чисто добавить, и вроде как я всё рассказал, ну, так же, вот, ребят, если, мало ли, кто-то собирается покупать себе компьютер, там, и так далее, я знаю, что вы, возможно, это знаете, но вот просто, если бы я тогда не продешевил с блоком питания и взял бы какой-то там, допустим, вот, защитой как раз-таки от вот этих вот перепадов напряжения, возможно, и сейчас я бы не отвалил, там, 3000 рублей за новый блок питания, блять, то есть, всего-то нужно было переплатить 1000 рублей, чтобы потом не платить 3000, блять, 300 рублей, это просто, кромешный, блять, пиздец, поэтому, если думаете себе собирать какой-то компьютер и так далее, на блоке питания не экономьте, переплатите там 1000 или 1500 рублей, но возьмите себе блок питания, там, с гарантией, там, на 3 года или на 5 лет, вот, и, типа, и с защитой от вот этих вот самых перепадов напряжения, потому что это реально не шутка, я, блять, тут чуть, нахуй, клиническую смерть не испытал, когда подумал, что, возможно, там, там же, знаете, там всё взаимосвязано, блок питания питает материнскую плату, от материнской платы, там, мышка, клавиатура, всё такое, я, блять, думаю, там, в материнскую плату процессор подключен, там, допустим, блок питания сгорел, вот, пустил вот какое-то ненормальное напряжение по материнской плате, материнская плата сгорела, вместе с собой унесла процессор, блять, процессор, там, я не знаю, убил какие-нибудь все вот эти вот гаджеты, всё оборудование, все девайсы, я не знаю, возможно ли это, но на форумах, вот я пока вот этот вот день был без компьютера, я читал форумы, вот, все компьютерные форумы, которые я только знал, блять, просто вот верстал все форумы, блять, писали, что такая вероятность есть, но она очень мала, и если, блять, вам так повезло, то идите просто покупайте лотерейку, блять, на миллион, возможно, блять, выиграть с такой удачей, я просто, я не знаю, вернее, с такой, наверное, неудачей. Ещё что хочу сказать, хотел бы сказать всем спасибо за поддержку, вот, в данной нелёгкой ситуации, там, некоторые чуваки, типа, рофлили, спасибо вам большое, блять, у меня сгорел компьютер, за которым я провожу, наверное, 90% всего своего времени, блять, делаю ролики, всё вообще делаю на нём, у меня он сгорает, и чуваки, типа, рофлят, блять, ну не надо было аэрокул кцас покупать, да какой, блять, кцас, я купил, сука, от ФСП, ФСП вроде как все хвалят, тем более там не просто, блять, ФСП, там, ФСП в коллабе с Кьюдионом, я не знаю, ФСП вроде как именитая фирма Кьюдион, я не знаю, какие-нибудь ноунеймы, ну, возможно, они там решили помочь братишкам, так, чисто там, вот с этим, вот, со всей штукой, и так далее, я, я не знаю, в общем, поэтому спасибо всем, кто поддерживал меня вот в эти вот трудные минуты, я прям буквально плакал, там, не знал, ну, я не плакал, я просто, я очень сильно переживал, думал, бля, пиздец, думал, что делать, вот, в общем-то, всем спасибо за просмотр данного видео, ролика, спасибо за просмотр сам по обзору, если вы не поняли, почему в данном видеоролике был геймплей, вам это интересно понять, то посмотрите сам по обзору и все узнаете, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, или там, не спасибо, всем пока, вот, да, пока.